В Чебоксарский бюджет дополнительно поступило 154 миллиона рублей. Более 40 из них столичная администрация предложила направить на погашение долгов троллейбусного управления. Городские депутаты решение поддержали, впрочем, не единогласно. Подробнее Ольга Пырочкина. Бюджет города Чебоксары на 2017 год предлагается увеличить по доходам в общей сумме на 154 миллиона 32,4 тысяч рублей. 112 миллионов поступило из вышестоящих бюджетов, еще 40 – это собственные доходы города, к примеру, налоги. Если первые – это целевые поступления на строго определенные инвестиционные проекты, например, строительство инфраструктуры парка Амазония, то собственными доходами город может распорядиться более или менее свободно. Например, направить на погашение долгов троллейбусного управления. Сумма задолженности за электроэнергию более 160 миллионов рублей. У Чуваш-энергосбыта были все рычаги для того, чтобы отключить электроэнергию. Троллейбусы бы встали. Ежедневные перевозки более чем 200 тысяч пассажиров остановились бы. Народ, люди пошли бы пешком. Поэтому нам нужно было внести это предложение. Против троллейбусного управления ничего не имеем, но уж больно мало времени было на изучение документа, пожаловался представитель ЛДПР. Сам проект был получен буквально за несколько часов до того, как начались наши постоянные комиссии. Представители «Справедливой России» не устроили другие статьи расходов. Что мне говорить людям? Какая этническая Чуваша, какая Амазония? У людей во дворах грязь, темнота. О чем мы говорим? Почему были расставлены такие приоритеты? Что касается вопросов таких, как этническая Чуваша, набережная, ведь это программа Ростуризма. Это целевые средства, которые выделяются в объеме 93% федеральных средств, а 7% это субъекты города. Не участвовать в этой программе глупо. А эти средства могут быть направлены только на реализацию объектов, которые входят в программу развития туризма. Мы не можем эти средства направить на дворы, хотя знаем их проблемы. Мы не можем эти средства направить на строительство детских садов и на удовлетворение других проблем наших горожан. Так или иначе, решение принято, бюджет уточнен. Что касается сроков предоставления документов на изучение народным избранникам, тут представители администрации пообещали исправиться. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.